МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обдинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Дарья Человекова и Георгий Розываев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Жители Обдинска приняли участие в крещенских купаниях, в православных храмах проходят службы в честь Бога Явления. Владислав Шапша поздравил коллектив Курчатовского института с 80-летием. Депутаты изучили отчет об итогах заявочной кампании на выплату компенсации за наем или под наем жилых помещений. Обдинский молодежный парламент готовится к конференции под эгидой МГИМО. Сегодня православные христиане отмечают праздник Крещения Господня или Бога Явления. В храмах проходят торжественные богослужения, вода освящается. И по традиции в ночь на 19 января жители Обдинска приняли участие в омовениях, крещенских купаниях в специально оборудованных для этого местах. Подробности далее. В ночь с 18 на 19 января на Белкинских прудах было многолюдно. Здесь организована крещенская купель, деревянный сход, дежурили сотрудники МЧС, а на протве – спасатели. На Белкинских прудах разместился Вейк-парк. Там есть теплое помещение, владелец которого участвует в организации крещенских купаний. На протве в наличии небольшой вагончик у клуба моржей. В среднем ежегодно в крещенские ордане погружаются около ста обдинцев. Одни – для того, чтобы соблюсти принятые обрядовые правила, другие – по зову сердца, третий – чтобы укрепить здоровье и дух. У каждого свои причины, но, тем не менее, интерес к крещенским купаниям не ослабевает. В этом году температура воздуха плюсовая, поэтому желающих окунуться в холодную воду прибавилось по сравнению с прошлым годом. Спасатели говорят, главное, чтобы человек был готов физически и морально. Да, правила простые. Самое главное, чтобы человек был готов к омовению. То есть это не то, что там какая-то традиция, нетрадиция, это внутреннее состояние. И кто-то в первый раз приходит, и таких очень много, и с детьми приходят граждане. Самое главное, чтобы в состоянии алкогольного опьянения не были. А в целом правила простые – с собой теплое полотенце, что-то переодеться и теплый чай. Если говорить о высоком, о смысле праздника, то погружением в воду православные вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча. Второе название богоявления дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и глаз с неба назвал его сыном. Как правило, утро праздника для верующего человека начинается с посещения церкви и участия в божественной литургии. Перед этим в крещенский сочельник верующие соблюдают пост и ограничивают себя во многих блюдах. Кроме того, христиане используют крещенскую воду, чтобы окропить свое жилище, исцелиться от недугов, изгнать злую силу. За годы, что люди приходят окунаться на крещение, в Обнинске несчастных случаев или внештатных ситуаций не происходило. Нетрезвых и ведущих себя неадекватно граждан немного. Население становится более сознательным. Видимо, православный праздник все же помогает становиться каждому из нас лучше. Елена Фильна, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. 18 января в Москве губернатор Владислав Шапша принял участие в расширенной сессии ученого совета Курчатовского института современной тенденции развития ядерной медицины. Она состоялась в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летие Национального исследовательского центра Курчатовский институт и 120-летие со дня рождения академиков Курчатова и Александрова. В фойе Дома ученых, где проходила сессия, открылась юбилейная выставка «Жизнь для науки». Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук представил экспозицию гостям. Коллектив Курчатовского института с юбилеем поздравили видные ученые, финансисты, руководители федеральных министерств и ведомств. Одна из тем сессии ядерной медицины и ее развития – это демонстрация того, что Россия движется вперед. Глава Минздрава Михаил Мурашко, поздравляясь с юбилеем сотрудников института, отметил, что для медицины ядерные технологии и лучевая терапия являются на сегодня одной из важных составляющих в диагностике и лечении пациентов. Такой вид диагностики используется в каждом регионе. Курчатовский институт тесно сотрудничает с Калужской областью. Весной прошлого года МРНЦ имени Цибы и Курчатовский институт заключили соглашение о совместной работе по созданию научно-образовательного центра ядерной медицины. Это сотрудничество позволит развивать сразу несколько направлений – генетическое, синхротронные, нейтронные программы, ядерную медицину, ядерные аптеки. Из 54 зарегистрированных препаратов практически на сегодняшний день 90% – это препараты, произведенные отечественным производителем. Что говорит о высоких компетенциях как научных, так и производственных. В октябре прошлого года Курчатовский институт стал учредителем и собственником Обнинского Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии – единственного в России учреждения в области фундаментальных и прикладных исследований по сельскохозяйственной и общей радиобиологии, разработке технологий систем ведения сельскохозяйственного производства при радиоактивном и химическом загрязнении земель в результате штатного функционирования, а также возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций на предприятиях энергетики и промышленности. В своем выступлении Михаил Ковальчук подчеркнул, в Калужской области создан один из десятка инновационных научно-технологических центров, посвященных ядерным технологиям. В этом смысле Обнинск – наш полигон для развития ядерных технологий. Эту мысль подтвердил в своем выступлении Владислав Шапша, приветствуя сотрудников и гостей института. В городе Обнинске «Атом» стал мирным рабочим. Обнинск своим созданием обязан строительству первой в мире атомной электростанции. И с тех пор от первой в мире атомной станции до применения ядерных технологий лечения людей – огромная дистанция. По человеческим меркам может быть и не такая большая, но с точки зрения реализации технологий и сегодняшних результатов – это, конечно, огромный успех. Я хочу сказать, что все эти достижения – это люди. Это ученые наши, российские ученые, которым мы признательны, благодарны. Но чтобы стать учетом, нужно чему-то научиться и в школе. И благодаря вам, участку институту, сегодня в Обнинске создаются Курчатовские классы. И физико-техническая школа Обнинская стала одной из лучших в стране по техническому и математическому направлению. Для нас это очень важно. В числе общих проектов Обнинской и Курчатовского института – Курчатовские классы и создание детского образовательного центра «Уранникум» по аналогии с сочинским «Сириусом». Основными вопросами повестки дня заседания Комитета Обнинского городского собрания по социальной политике стали отчет об итогах заявочной кампании на выплату денежной компенсации за наем или под наем жилых помещений и отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на программу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Прием заявок на получение выплат проводился в 2022 году. Денежная сумма, заложенная на данную программу, более 7 миллионов рублей. Поступило 50 заявлений. Из них медицинские работники, то есть КБ номер 8, 11 заявлений. Педагогические работники 36, это дошкольные образовательные учреждения 4 и общее образование 32. Работники муниципальных физкультурных спортивных организаций 2 и работники культуры 1. При рассмотрении поданных заявлений одному медицинскому работнику отказали. Причина – превышение установленного размера прожиточного минимума на одного члена семьи. Один педработник отказался от выплат в связи с увольнением. Максимум человек получает по программе 12 тысяч рублей в месяц. Мы как-то рассматривали, какая рыночная стоимость все-таки съема, потому что за последнее время мы видим, что все-таки идет подъем цены. И вот этот вопрос как-то анализировался, прорабатывался, потому что достаточно ли той суммы. Понятно, это очень хорошо и замечательно, но хватает ли этой суммы для компенсации. «Может быть, суммы и недостаточно, но исходят из возможностей городского бюджета», ответил Владимир Жарский. Сама сумма выплаты не менялась несколько лет. Депутаты попросили провести мониторинг цен на наем и под наем жилья. У нас в рассылке есть анализ программы, работа ее по годам. Это как раз, я так понимаю, Владимир Алексеевич, вы нам же эту табличку подготовили. У нас по разделам есть, где у нас увеличиваются показатели по количеству получателей и, соответственно, лимитам. И даже под них, если они не уменьшаются, не растут, как минимум не меняются. А вот по здравоохранению, например, у нас резко падает из года в год. У меня есть предложение вам на комиссии рассмотреть еще вопрос, пообщаться с той же КБ-8 поближе. Мы, я думаю, сформулируем тему и повестку дня как раз на тему, почему у нас, во-первых, показатели падают, как у них там с зарплатами, да, и как у них вообще обстановка с кадрами. Ну, просто как бы это получается интересно. Мы косвенным путем уже через программу города видим, что, в общем-то, ситуация в КБ-8 в этом плане не меняется. Мы видим, что у нас положительное есть с точки зрения управления образования, а там нет. Владимир Жарский отметил, что в течение года молодые специалисты еще могут подать заявки на получение компенсаций. Представленные цифры могут увеличиться. Членам комитета контрольно-счетная палата представила отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, которые выделялись на программу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Общее количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, в 2022 году составило 15 475 человек. Число это меньше, чем в 2021 году на 220 детей. Были установлены следующие нарушения и недостатки. Администрации города Обнинска не регламентированы вопросы предоставления льгот и освобождения от оплаты за пребывание, а также проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для отдельных категорий обучающихся и воспитанников. Также не регламентированы вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в формах, предусмотренных постановлением администрации города и программой. Фактические данные о лагере огневного пребывания не соответствуют информации, включенной в реестр организации отдыха детей и их оздоровления Калужской области. И еще ряд других нарушений. Председатель контрольно-счетной палаты Константин Капинус добавил к отчету, что несмотря на выявленные нарушения, дети отдыхают. Обошлось без чрезвычайных происшествий. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ Обнинский молодежный парламент активно включился в работу с момента образования органа школьного самоуправления. Ребята делают первые шаги в качестве управленцев будущего и уже приступили к реализации довольно серьезной инициативы – организации конференции под эгидой Московского государственного института международных отношений. О мероприятии, которое состоится уже в феврале, рассказала замглава администрации в сфере образования Татьяна Волнистова. Уже в эту пятницу члены Обнинского актива школьников получат свои значки в торжественной обстановке. Во второй части заседания им предстоит обсудить организацию конференции, которая проходит под эгидой Московского государственного института международных отношений. Идея о проведении такого мероприятия как раз и принадлежит ребятам, входящим в Обнинский молодежный парламент. Эта конференция пройдет в Наукограде впервые. Суть конференции заключается в том, что у участника мероприятия есть от пяти до семи минут для обозначения проблемы, любой, социальной, экологической, гуманитарной. То есть ребенок должен рассказать о том, что его беспокоит, и обозначить пути решения, какие он придумал. И выступление это должно проходить на английском языке. К мероприятиям такого рода уже имеются критерии оценивания. Сейчас работают над составом жюри, которому предстоит судить участников конференции. Конечно, учителей английского языка из школы в жюри направлять нецелесообразно, но в силу того, что неизбежен человеческий фактор, и нам нужны специалисты иностранного языка или из высшего учебного заведения, или из наших предприятий. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать такую конференцию. В феврале она будет проходить, состязаться будут школьники города Обнинска, школы делегируют как минимум одного участника, или внутри школы будет проходить конкурс, или, как правило, в качестве участников будут выступать те ребята, которые на муниципальном этапе региональной всероссийской предметной олимпиады школьников себя проявили. Победители этого конкурса в дальнейшем примут участие в мартовской конференции, которую проводит Московский государственный институт международных отношений, рассказывает Татьяна Волнистова. Для обнинских школьников опыт участия в этой конференции станет первым, и стоит отметить, что данная инициатива получила большую поддержку среди общеобразовательных организаций. Во-первых, это большая профориентационная работа, во-вторых, это дает возможность нашим детям выйти на иной уровень, во всяком случае, и в языке, но и также в ораторском искусстве, и в расширении своего кругозора. Интересен такой выход. Поэтому мы сразу за эту возможность зацепились. Татьяна Волнистова рассказывает, что поступали и вопросы о том, нужен ли английский язык в связи с сегодняшней непростой геополитической обстановкой. Нужен. Дети должны понимать мир вокруг них, поэтому мы продолжаем развиваться во всех направлениях, резюмирует заместитель главы администрации в сфере образования. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Крещение в этом году выдалось теплым и даже дождливым. Из-за перепадов температуры воздуха тротуары сделались скользкими. Местами лед и большие лужи работали в тандеме, и пройти бывает практически невозможно. Жительница Обнинска Людмила по пути на работу сегодня трижды чуть не упала, и, возмущенная состоянием пешеходных дорожек, позвонила в телекомпанию. Путь Людмилы пролегает от автовокзала по улице Красных Зорь, через аллею около подводной лодки выводит на улицу Курчатова, ну а дальше уже до непосредственного места работы, обратно тем же путем. Возмущена тем, что никакого надзора вот на территории, которая прилегает к железнодорожной станции и вот по пути его следования, никакого надзора над этими дорогами нет. Если прошли дожди, а дожди в этом году проходят довольно-таки часто, со степелями у нас нет проблем в этом году, то дорога открывается, и открывается она льдом. Идти по ней нельзя. Ее ни разу не просыпали в этом году. Вот сегодня, после ночного дождя, по ней идти просто было невозможно. Люди идут, оскользаются. Правда, при мне никто не упал, но были на грани падения. Идти дворами тоже невозможно. Там тоже дождь, там было песку процеплено, но дождь и коснул. И я вынуждена была просто идти так медленно, чтобы не упасть. И я опоздала на работу. Люди приехали с разных улиц, с разных концу города. И та же самая история. Люди шли очень тяжело, оскользались. Одна женщина даже, говорит, удержалась, но съехала. Прямо в лужу. Ну вот эти общественные места-то, нужно все-таки за ними смотреть. А вот территория, которая прилегает к железнодорожной улице, это лицо города. Люди едут на работу. К нам приезжают. Люди из других городов. Это что мы, как преподносим себя? Что мы вообще тут не хазиева? Я не понимаю, почему такое бездействие? Почему нет простейшей заботы о народе? Такое впечатление, что они хотят первое место по России за ним по травматизму. Людмила говорит, что от утренних трюков на ледяном тротуаре заболела нога. Но нашей собеседнице повезло больше, чем одной из коллег. Та поскользнулась и упала. В прошлом Людмила уже обращалась в администрацию, жаловалась. Диалог получился примерно таким. Почему не посыпано песком? У нас все посыпано. Конструктива не вышла. Ничего с тех пор не поменялось в подходе коммунальщиков, говорит жительница. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудувер рассказал, что коммунальные службы вышли на обработку улиц в 4 утра. Ну, сейчас основные улицы по Курчатову проходят, техника посыпает пескосолью Ленина, Курчатова, Энгельса. Вот в данный момент Энгельса проходят. Потом будут уже, соответственно, переходить на второстепенные красные зори, вот эти вот все, между ними тротуары и пешеходные дороги. Пескосоль – это действенно, потому что вот когда дождя нет, оно работает. Когда дождь, он просто смывает. Других способов борьбы нет, кроме пескосоли, как бы и реагентов. Очистка до асфальта, опять же, нужно делать только после того, как, соответственно, либо вот он сейчас мягкий, да, вот техника проходит, вот часть уже почистили Курчатова и Ленина, именно до асфальта дочистили щетками. Вот, а когда лед, гололед, он просто не чистится, его надо сбивать, это уже другая ручная работа, это долго. Это быстро не происходит. Видно уже даже, где пошибано, потом образуются лужи, лужи потом проходят, а трактор с щеткой, да, и уже выметает, вычищает. В течение дня постараются по максимуму обработать противогололедными средствами городские территории, отмечает Игорь Роудуве. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обгенск Онлайн, Вконтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин